добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики гостя канала сегодня вторник 5 июля 22 года я вас приветствую из страсбурга и продолжаем говорить о политике сегодня я хотела бы обратить ваше внимание на бурные политические события в сша как вы знаете это год выборов в конгресс 8 ноября будут избраны или переизбраны 435 членов палаты представителей и также одна треть сенаторов многие предрекают красную волну красная значит республиканская потому что красный цвет и слон это символы республиканской партии соответственно синий цвет и осел кстати который является очень умным животным это символы демократов это символика пришлась 19 века из карикатур кто хочет может почитать статьи на эту тему то что нам важно знать это глубочайший кризис демократов поскольку 71 процент американских избирателей категорически возражают против второго срока джо байдена это действительно кризис это невиданный и неслыханный кризис потому что это удручающие цифры для демократов и соответственно они не могут включить свой план б поскольку у камалы харрис еще худший рейтинг чем у ее начальника соответственно то что по мнению демократов было привлекательным то есть то что она женщина то что она цветная то что она всегда в хорошем настроении веселая камала то есть она вроде бы оптимистичный человек в настоящей ситуации колоссального экономического кризиса многих социальных проблем с которыми сталкиваются американцы в этой ситуации ее смех людей просто раздражает к тому же как выяснилось у нее целиком и полностью то есть напрочь отсутствует качество необходимые для государственного деятеля то есть она должна уметь наблюдать понимать и направлять общественный процесс и потому как она себя ведет и веселиться мы понимаем что она не умеет ни одного ни другого не тем более третьего то есть она не может не наблюдать она не в состоянии наблюдать понимать то что происходит в американском обществе и следственно она не может и направлять эти процессы поэтому конечно демократа не в состоянии применить свой план б то есть выдрузить камалу белый дом и соответственно то что предполагают независимые наблюдатели они должны будут спихнуть под автобус я ни в коей мере не призываю никому никого и никого к насилию это идиоматический оборот в английском американском языке спихнуть под автобус и сейчас уже ходят разговоры демократической партии о том что необходимо будет спихнуть под автобус после выборов 8 ноября и байдена и камалу и найти нового лидера и конечно таким лидером не может быть не престарелой нэсси пелоси которая на самом деле немногим лучше байдена если вы слушали ее речи без телесуфлора то вы это очень быстро поймете у нее тоже серьезный когнитивный дефицит она путает страны она путает регионы и так далее и тому подобное и соответственно также таким лидером не может быть и хиллари по другим причинам поэтому кстати демократическая партия молодежное крыло против того чтобы избирали или предлагали в качестве лидера человека солидного возраста они считают что необходимо омоложение так считает там группировка которая которая окружает скажем известного ультра левого политика члена демократической партии александрии оказио кортес она не скрывает того что она считает что партии нужен молодой энергичную но относительно молодой для политики лидер и скорее всего а таким лидером будет губернатор калифорнии гэвин юсом ходили слухи что он приболел поскольку он был большим поклонником у коллизации то есть он интенсивно применял вот эти советы доктора f и говорят что он серьезно пострадал и слег но потом чудесным образом он воскрес и сейчас он занимается троллингом республиканцев он выпускает очень дорогие видео соответственно он троллит губернатора флориды рона де сантеса и демократы думают что видимо он является неплохим кандидатом на пост на пост лидера потому что он будет составлять контраст пожилому и к моменту выбора в двадцать четвертом году очень пожилому дональду трампу то есть они считают что эта молодость после старческого такого периода глубокого глубокой старости джо байдена будет положительным моментом для избирателей то есть они уставшие измучены этим когнитивным дефицитом своего президента который не знает разницы между швеции и швейцарии как выяснилось на мадридском саммите нато но не только узнается что у него наблюдается очень много разных странностей к тому же он уже шарахается от кроликов или от зайчиков вы это все видели я не буду это пересказывать но и здоровается с привидениями но самое главное для демократов это то что они хотят сейчас выдвинуть из своих рядов молодого лидера скорее всего им будет губернатор калифорнии калифорния демократический штат их оплот и соответственно поскольку чудесным образом воскрес губернатор news and скорее всего он и будет их лидером потому что им придется отказаться от и плана выдвигать опять женщину потому что после камала видимо придется взять паузу цветную женщину тоже паузу и соответственно он будет неплохим антиподом для президента трампа что касается рона десантиса как я говорила скорее всего он не будет выдвигаться на президента он будет вице-президентом потому что в настоящий момент республиканская партия и консервативное движение мага make america great again это президент трампа республиканцы не мыслят сейчас своей партии без него они не мыслят своего успеха без его лидерства и если конечно сейчас подтвердится то что пророчат независимые наблюдатели то есть если сейчас выяснится что на выбор в конгресс большинстве пришли именно республиканцы то это даст очень серьезные основания президенту трампу для того чтобы баллотироваться в двадцать четвертом году трамп десантис это реально и соответственно что касается не сама то многие говорят что этот троллинг который так нравится демократам им нравилась также улыбка камалы харрис этот троллинг может раздражать аудиторию может раздражать избирателей потому что после этого грандиозного эксперимента поскольку мы понимаем что демократы ставили эксперимент со своими зелеными политиками климатическими политиками и другими разнообразными инновациями мы можем предполагать то наоборот публика будет заинтересована в солидном лидере в солидном человеке который уже имеет за плечами грандиозный успех потому что действительно когда президента трампа ушли это мое мнение ушли из белого дома он оставил за плечами процветающую америку и как вы знаете по вопросам общественного мнения он даже превзошел президента рейгана который в новейшей истории считается самым популярным президентом самым великим президентом сша и соответственно американцы большинство из них может предпочесть вернуться к правлению не просто республиканцев но к правлению такого заслуженного человека который привел страну в это состояние когда она процветала когда была такая рекордная низкая безработица когда американцы чувствовали ежедневно достоинство его политики и конечно он является президентом мира президент трампа это президент мира поэтому для всех нас его президентство дало бы колоссальные надежды на прекращение этого кровопролития на украине и я не сомневаюсь что если бы он пришел к власти и если сейчас республиканцы придут к власти то будут фундаментальные изменения во внешнеполитическом курсе сша который благоприятно отразятся на нас всех дорогие друзья это то что я хотела сказать итак кризис демократической партии возможный лидер губернатор калифорнии мюсом и соответственно отправляются на свалку истории и байден и камала харрис как самый неудачный президент вице-президент и конечно партия постарается сделать все чтоб списать лично на них лично на их качество свой провал а вовсе не на ту ультра левую политику которая они проводят хотя на самом деле конечно проблема не в том что у байдена когнитивный дефицит хотя это тоже часть проблемы но он является марионеткой в руках совершенно других кругов и то же самое можно сказать и про малука камалу харрис самое главное конечно это то что они проводят совершенно сюрреалистичную политику и внутреннюю и внешнюю и это то что будут отрицать демократы потому что ничто не может их заставить отказаться от своих идеалов и от своих планов дорогие друзья это то что я хотела сказать конечно мне очень интересно знать ваше мнение особенно мнение наших дорогих совеседников из сша что они знают что они слышали про красную волну не про надвигающиеся выборы в этом году про камалу харрис и джо байдена спящего джо я буду ждать ваши комментариев я надеюсь также что вы не забудете поставить лайки блогеру я также надеюсь и на слова благодарности потому что я целую этот блок не для себя для вас я благодарю всех тех кто находит время для того что писать обширный комментарий делиться искренне своими мнениями я с удовольствием их читаю они оказывают колоссальное влияние на тот контент который я делаю потому что мне хочется выбирать те темы которые вам интересны и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами я благодарю вас за ваш элегантный жест за ваш благотворительный жест и ваши имена будут в первом закрепленном комментарии